Опа! Всем еще раз утро доброе! Немножко с вами поэмоционировали с утра по поводу елочки, да? Вот. Ой, что-то кофе рассыпаю. Что у меня сейчас? У меня сейчас в планах что-то готовить. Готовить. У меня тут стирается, убирается постепенно. Вот. И что-то я готовлю. Готовлю себе кофе. Не знаю, Николай он у меня такой, видите? Я не хочу. Утром не хочу. Не кушать, ничего не хочу. Все у меня хорошо. Он съел там себе пару конфет и все. А я утром хочу кушать. Мне тем более оживлю, что с этим желудоком проблемка. Поэтому я утром есть хочу. Поэтому сейчас что-нибудь себе закину быстренько. И буду начинать готовить. Стирка уже жужжит. Плитку помыть надо. Думала, сейчас стану помою плитку. Не буду. Пожарю на ней. Мне надо филейку обжарить. Для цезаря. Уже пожарю филейку, потому что она себя брызать будет. А я уже потом буду мыть плиту. Да. Знаете, я заметила, что все равно эмоциональное какое-то потрясение. Но больше разница изматывает, чем физическое. Физическое. Сейчас съела и такие дела. Но все равно себя ловишь на мысли каждый раз, что ты думаешь об этом. Думаешь? Ну что сдашь? Так, надо мне, знаете что? Ну, конечно, сегодня уже раз приготовлю, потом пойду покупаюсь. Можу голову помою. Что-нибудь там попытаюсь уложить. Я буду более-менее красивая. У меня для того, чтобы нормально выглядеть, мне надо как минимум сутки, наверное. Чтоб не было никаких там поездок, потрясений, куда-то что-то бежать, лететь. Прыгать. Так. Сейчас нам глаза пекут страшно. Вот сами глаза. Я уже и капала их, и все, и все, и все, и все, и все. Но все равно. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас возьмем налепашим себя. У-ху! Пальчики. Куда ты? Эй! Ой-яй-яй. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это вы меня тут? Здравствуйте, здравствуйте. Налипашим пальчики. И будет все у нас с вами хорошо. По крайней мере, я буду готовить. Немножечко глазки могут, может, попросыпаются. Потому что, конечно, внешний вид так себе. Так же. Йоп. А как она там? Опа! Ха-ха-ха-ха! Ах, 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 мои глаза, мои глаза. О! Я себя вижу вот в окошечко. Чуть-чуть, может быть, легче станет. Да, поздно ложимся, рано встаем. Вернее, как поздно ложимся. Может, и не хотим поздно ложиться. Так оно получается. Понятно, что пока мисс свет есть, пытаешься все успеть с этим светом. Хочется, чтобы все успеть. А получается, что до 10 ты крутишься, вертишься, пока мисс свет есть. А потом вырубают свет, а ты там понимаешь, что ты там то не успел, а это не успел. Начинаешь подсвечкой доделывать. Потом куда-то сон пропадает. Потому что как минимум пару раз где-нибудь шмакнешься об что-нибудь без света. Ну, короче, в общем. Так. Надо раз это самое. Распросыпаться. Распросыпаться. И доготавливать всякую сячину. Потом помыть плиту. В общем-то, поделать всякие дела делишные. У нас Коля, видите, как придумал. В кружку обычную литровую молоко ставит, чтобы было удобно наливать. Так оно у нас стоит, хранится. Николай уже пошел заниматься крышей. Он там балки на эту крышу натягивает. Натягивает. В общем, на крышу он ставит сейчас балки. Вот эти вот, которые должны быть. О! Может. Может. Нет. Вот. И это самое. А уже когда будет время, тогда уже и все остальное продолжим. Тяжело, видите. Тяжело без помощи ему делать все. Да что ты мне отклеиваешься? Я тебе правильно наклеила? Да. Тяжело без помощи делать все. И понятное дело, что это и дольше по времени, я же говорю. И что морально. Морально нам как-то сложно сейчас. С Евой мы сейчас думаем. Все у нас вот это вот. Каждый день там, каждый, я же говорю, время слышишь. Вроде не храпит. Ага, бегом под эту, под вбудку там. Ева, Ева, Ева. Ага, все нормально, живая. И переживаешь. И вот особенно, когда уезжаешь с дому. А сейчас нам получается, приходится часто уезжать. Из-за того, что мама же там, у мамы там дела, заботы. Ей там помощь нужна. И думаешь там, пока месты в отъезде, в городе, где-то думаешь за это, за все. Бегом-бегом летишь же домой. Прилетаешь домой. Ага, все нормально, все хорошо. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. А у меня тут с окна сыпется и сыпется. Ты что у меня сползаешь? Что-то у меня ощущение такое. Короче, что мы сейчас будем готовить? Сегодня я приготовлю. Поставила селедку. Вот, размораживаться. Потому что мы купили по акции в Валмарте селедку. Я ее перечистила сразу. Поставила в морозилку. Колбаса, ветчина. Селедка это будет для шубы. Да, я не сказала. Вот, сделаю шубу. Один лоточек буквально могу порадовать. Колбаса, ветчина. Это у меня... Колбаса будет для оливье. А ветчина у меня будет для цезаря. Короче, у меня в планах приготовить... Как-то так стало такое, какая-то... Ух! Что-то камера так передает. Что-то я так раздалась, блин. Вот. А вообще получается, ветчина будет для цезаря. Три салатика сделаю. Ну и плюс шашлык. Нормально. Я на что-нибудь там приготовлю. Думаю, на быструю руку. Да и будет хорошо. Первым делом, не что. Мне нужно яйца поставить варить. Правильно? Вот так. Мы сейчас отварим яйца. Надо с погреба принести яйца уже. Что-то не хватит. Что-то не хватит. Что-то еще я говорю потом. Так вот, то что яйца надо. Сейчас достану еще грудку. Грудка наша, грудка. Вот. Грудинка обычная куриная филеечка. Сейчас ее нужно будет тоненько порезать, посолить, поперчить и просто на сковороде обжарить. Такой тоненьким этим самым. В цезаре использую именно обжаренную грудку. Так, легенько. На канале Николай Шаповалов есть у нас рецепт цезаря, как я готовила. И на канале Шаповалова на кухне тоже есть там рецепт, по-моему, цезарь с грибами вообще есть. Короче, каждый готовит как любит. Мы любим по-разному. Главное, понимаете, тут сочетание вот этих вот именно продуктов. Вечинка, курочка, филеечка, плюс сырочек, вот эта капустка, ну такое, вернее салат. Салата нету. Буду использовать вот эту капусту типа айсберга. Ну, вы поняли, да? Вот. Сейчас допиваю кофе. И начинаю что-то готовить. Хорошо? И вас, наверное, с собой сюда возьму. Может, что-нибудь потрындим, с вами поговорим. Мне будет не так скучно, потому что так обычно, если что-то готовлю, то может и Николай со мной крутится, а сегодня занят на крыше. Может, он возьмет, что-нибудь покажет. Не знаю, если честно, не знаю, что снимать. Ну, знаете, как... Хочется снимать под настроение, а настроение вы видите какое. Настроение вроде оно есть. Усталость какая-то моральная именно. Такое. Настроение оно, в принципе, неплохое. Более-менее. А вот усталость какая-то моральная, она, знаете, сбивает. Сбивает. Не знаю. Мне кажется, что и Новый год у нас такой какой-то будет. Так хочется, если честно, вот, чтобы ближе к Новому году не выезжать несколько дней никуда. Чтобы вот именно дома быть. Хочется вот уже... Мне вот эти поездки туда-сюда, мотание каждый день в город, что-то оно мне поднапрягло. Едешь в город, думаешь за дом. Значит, пока дома, думаешь, надо там что-то в городе сделать. И вот так шурум-бурум. Понятно, с этими отключениями света нужно все успевать. А невозможно выехать в город именно тогда, когда у нас там, допустим, нет света. Оно там по времени не совпадает в каких-то там структурах, куда мы там ездим, да. И оно вот это вот. Приезжаешь домой, блин, вроде бы что-то и поделал. Света там, допустим, нету там или еще что-то. Ну, короче. В общем, все нормально. Так, яйца варятся. Я пойду сяду. Я там видео с утра уже смонтировала. Пойду сяду, позаписываю там, поподписываю все. Вот и к маме вернусь. С вами уже будем что-нибудь готовить. Окей? Так, ребята, помыла голову, там смонтировала быстренько видео. Все, немножко в ритм вбиваюсь, потому что скоро отключат свет. И что? Хотела показать, что делаю с мясом. Просто режу грудку, чуть-чуточку ее отбиваю, чтобы она потоньше была. Можно или тоненько-тоненько резать, или немножко отбить. Посолила, поперчила и просто обжариваю. И знаете, как обжариваю? Чтобы только белесый цвет появился. Ну, чтобы только краснота ушла. И все. И вот даже с одной стороны, ну, вы поняли, да? Просто кладу и как только беленькая появилась, если вы толсто отбили, то, конечно, можно и перевернуть будет. Но вообще просто с одной стороны, вот так вот, оп, и вперед, и спешиваю. Выстенько обжариваю сейчас. И это для салата будет самое то. Потом на салфеточку, и красота. И красота. Сразу буду обжаривать две грудки. Знаете почему? Потому что завтра еще Татьяна же к нам придет. А я сейчас половину салата сделаю, чтобы, ну, маме забрать. А половину не буду делать, я просто грудку оставлю обжаренную. А завтра быстренько, утречком, чмак-чмак, и сделаю еще такой же салатик, и будет хорошо. Просто уже грудка будет обжаренная, уже не нужно будет вот это мне, ну, как бы, по второму разу угонять по плите вот это все. Вот так. Смотрите, оно очень быстро белеет, если вам видно. Видите, раз, белеет мяско. Вот, главное, чтобы красного посрединке не было. Где оно, красное посрединке, ну, не пропекается, мы же видим, да? Просто там можно перевернуть. Вот такой большой кусочек, где... О, ляп и полетел. Большой кусочек, где не побелело, мы его переворачиваем. Ну, нам надо только вот-вот-вот, чтобы оно и не вареное было, и не жареное. Чтобы не было вот этого зажаренного эффекта. Эффекта. Там Коля стучит. Тут машинка стучит. А я не пойму, где стучит. Сейчас я подготовлю тарелочку, и все очень-очень быстро. Решила голову сейчас помыть, потому что, вспомнила, света сейчас же не будет. А мне еще посушить ее надо. Поэтому сейчас быстро жарю курицу и сушу голову. Так, а где же мои салфетки? Салфетки! Салфетки, салфетки, салфетки. Чтоб лишний жирочек ушел. От этого. И будет хорошо. Кстати, даже в этом салате, если уже на так пошло, тут и особо и сухая курица и не нужна. Так что можно, между прочим, и без салфеток даже. Что-то я... Это для угольников, для такого всякого, что настой подаю, что нужны салфетки. Не буду даже и класть салфетки. Она вся будет такая... Жирненькая, хорошая. Так, те, которые переворачивала раньше, уже снимаю. Да, они готовы. Поставила еще партию яиц варить, потому что... Одну уже отварила, правильно, а маловато. Что это у меня начало? То ли алие так стреляют, то ли что. Что-то, может, меньше сделано на глаз. Ну, в общем, вот так вот всю курицу обжариваем. И получается у нас идеально. Что-то мне такое тут. В общем, дожарю курицу, посушу голову, потом вам еще покажу. Так, у нас выключили свет. Я успела все-таки. Ну, не так, как хотела, конечно, голову посушить, но боль-меньше. Посушила голову, хоть челочку успела посушить. Вот. Садимся кушать. Мясо я пожарила, в принципе. Пускай остывает. Садимся кушать. Вот огурчики квашеные, грибочки маринованные. Вот. И пожарила вот такую вот иишницу с вермишелькой. Мы вчера вермишель ели. И с колбасками. Ну, Коля побежал, пакетик малому отдаст. Татьяна Максимку прислала. Подделку они делают в школу, в садик. Вот. А нету пистолета вот этого специального. Ну, вот, склеим. Вот. Пришел малой. А им там чуть-чуть орешков отсыпало. Чуть-чуть такого отсыпала, чтобы было. Побежит сейчас. Там, правда, я дала конфеты с ликером. Главное, чтобы он по дороге не попробовал. Сейчас Татьяне надо быстренько позвонить. Сказать, чтобы это самое. Не с ликером, а с коньяком. Сейчас ребенок пока домой дойдет. Придет готовый. Сейчас папа перезвонит Татьяне. О, я нам веточку принесли. Вот такой от елочки. Смотрите, какая классная. Я ее украшу, и будет нам тоже классно. В общем, садимся кушаем. Вот так получились колбаса с яйцами. Грибочки маринованные. Огурчики. Я, в принципе, все показывала. Живы у меня вот так вот. Все. Быстро завтракаем. Потом Коля идет, продолжает себе на улицу работать. А я продолжаю готовить.